Сейчас можем поговорить о том, что же все-таки в России, в связи с санкциями, введенными в отношении этого государства-террориста и так далее, происходит с автопромом. Ну, в общем-то, не только о том, что они все еще ухитряются производить, но и какого качества это все. Российский автопром. Эта фраза всегда звучала как издевательство. Но теперь у россиян, похоже, нет выбора, на чем ездить. Ведь с российского авторынка постепенно исчезают качественные импортные автомобили. Если вы попадаете в режим санкций, оказывается, что достаточно большие комплексы услуг, которые раньше получалось просто так, вам недоступны. Отечественный автопром пытается наполнить рынок машинами собственного производства. Но то, что выпускают российские производители и за сколько это продают, вызывает у россиян истерику. Ребята, 22-й год. Веста СВ Кросс. Миллион семьсот пятьдесят. Пи***ть его. Че там дальше идет? Веста Седан. Веста Седан. Да, Седан. Ламп-300. Влада Лампус Кросс. Полтора миллиона рублей. На шестнаре это в люкс. Комплектация одно полтора. За автомобиль наручке отечественного производства полтора миллионов рублей. Отдел продаж, что не с пробегом. Меня зовут Дмитрий. Олег, доброе утро. Здравствуйте. Дмитрий, а у вас там приоры за 619 тысяч стоят, да? Да. Вы что, еб***ь, за такие цены выставлять машины на приоры, б***ь? Вы для этого позвонили? Да, я вообще, потому что оп***ал, когда увидел, б***ь. Большинство мировых автоконцернов приостановили поставки своих машин в Россию еще весной после военного вторжения РФ в Украину. Получилась прекрасная спецоперация против российского автопрома. Также в Россию больше не поставляют иностранные комплектующие для производства машин. Это практически парализовало российский автопром. Он сократил производство собственных автомобилей более чем на 96%. Российский автоваз из-за отсутствия комплектующих перезапустил сборку автомобиля «Лада Гранта» в упрощенной комплектации. Копали машины на автомате. Потерялись подушки безопасности, потерялась система АБС. Это система, которая помогает при торможении, сохраняет стабильность автомобиля. Они просто вернулись, грубо говоря, к машине уровня восьмёрки-девятки. Это показатель просто развития уровня цивилизации. Это всё. Но некоторых россиян не смущает несовершенство «Лада Гранта». Например, родители оккупанта, который погиб на войне в Украине, не скрывают своего счастья. Ведь после смерти сына, наконец-то обзавелись хоть какой-то машиной. В память о Сэдди Гори купили. Новенькую машину. Новая «Лада» куплена на то, что в народе называют гробовыми, а официально – единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз на кладбище. Вот на таких машинах, без подушек безопасности, в ближайшем времени и будет ездить почти вся Россия. Потому что ничего другого в стране не будет. Если говорить о том, что мы едем по дороге, асфальтированной дороге, ровной, она идет прямо, ну окей, мы едем. Если происходит какая-то экстренная ситуация, то отсутствие этих систем, отсутствие подушек безопасности – это негативно сказывается на безопасности автомобиля. Реально есть история о том, что покупатели таких автомобилей заставляют дописывать бумагу, что они не будут выезжать за пределы России, в Европу, потому что в Европе запрещена эксплуатация автомобилей без АДС, а этой системы там нет. Но проблемы у россиян не только с отсутствием качественных авто. В магазинах не хватает даже расходных материалов. Теперь, ребята, по всей России будем заливать вот такой антифриз, вернее, это сол, заливать вот такое масло. Максимум, что будет еще, вот такая смазка. Все, ребята, это шинтец. Больше у нас ничего нет. Но даже отечественные расходники для автовладельцев теперь очень дорогое удовольствие. С этого дня локол Генедит стоит 4000 рублей. Русские, вы что делаете? Это наше масло, почему оно такое дорогое? Даже самое дешевое, которое стоило там 800 рублей, теперь будет стоить 2000 рублей. Я не понимаю, что творится. Это просто жесть. Меня бомбануло. Нереально взлетели цены и на запчасти для автомобилей. Ну что, ребятки автомеханики, всем добрый день. Беспокою вас с Иркутска. Как у вас там цены на запчасти-то, а? У нас прям что-то задрали, капец, поставщики. Но Владимир Путин не теряет надежды и приказал своему правительству воскресить отечественный автопром. Необходимо до первого сентября, прошу это правительство сделать, разработать и утвердить обновленную стратегию развития автомобильной промышленности с учетом сегодняшних реалий. И, конечно, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств. Очень смешно. Особенно про наличие технологий и производств. Ведь великие российские технологии мы с вами уже увидели. Вероятно, в ближайшем будущем Россия выпустит еще одну партию автомобилей без подушек безопасности или, возможно, даже без колес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова